Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Сегодня стало известно о том, что популярный телеведущий, шоумен Дмитрий Нагиев 20 лет не может спать самостоятельно. 20 лет он принимает снотворные препараты. Препараты эти вызывают, насколько мне известно, достаточно сильное привыкание и уснуть потом попросту уже невозможно или же необходимо какое-то лечение для того, чтобы отказаться от них. То есть потом спать уже человек сам вообще не может без снотворных. Я думаю, что это связано, конечно, с бешеным графиком, программами и так далее. У всех, так скажем, организм реагирует по-разному. Вы знаете, что у Нагиева были проблемы со здоровьем, когда еще в институте у него театральном случилась, так сказать, беда с лицом, парализовала лицевой нерв и, в общем-то, это все неврологического характера проявления. Нужно очень беречься, да, и как-то нагрузки дозированно давать на организм. Но почему они работают на износ? Потому что пока деньги платят, пока они понимают, что такие гонорары идут, за программы, за всякие концерты, которые они ведут. Естественно, они будут, я думаю, что работать. Вот что говорит сам Нагиев. Таблеточка снотворного на ночь, то, с чем я живу последние 20 лет. И когда я сказал врачу, что это вредно, она ответила, ну а не спать это разве не вредно? И я успокоился. Недавно прочитал, что у них есть побочный эффект. Человек начинает хуже соображать. Нагиев акцентировал внимание на том, что, судя по решениям, которые он принимает время от времени, работоспособность мозга у него действительно ухудшилась. И врачи предупредили Нагиева о том, что при регулярном приеме снотворного ухудшается память, внимание, снизится скорость реакции человека на внешне-внутренние раздражители. Значит, пострадал мозг популярного ведущего, пишут СМИ. Друзья, на самом деле, еще раз повторюсь, с моей точки зрения, зарабатывать хорошо, но если что-то будет не так с мозгами, ты вообще ничего не сможешь зарабатывать, правильно? Поэтому, с моей точки зрения, конечно, в данном случае, как-то можно все-таки относиться к своему здоровью более трепетно, и лучше потихоньку, по чуть-чуть, чем, что называется, себя вообще за 20 лет просто угробить. Поэтому вот такие сегодня новости. То есть, фактически, Нагиев заявил о том, что у него пострадал мозг, и он это сам ощущает. Друзья, что думаете на сей счет? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в языке. Вообще, на самом деле, лучше бывать чаще на природе. Это, понимаете, когда ведущий, постоянно ты в городе, постоянно ты куча народу, это софиты, это вот эти все... Но это ужасно трудно, это тяжелая очень работа, на самом деле, конечно, ужасная. Надо выезжать на свежий воздух, бывать на свежем воздухе, больше дышать. Какая-то физическая работа на свежем воздухе небольшая. То есть, конечно, это человек, который вот живет жизнью Нагиева, ну, сейчас Нагиев, он лишен возможности все это делать, и, конечно, возникают такие проблемы. Друзья, подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать проект Будда Гришна. Подписывайтесь на резервный запасной канал Будда Гришна Новости здесь в YouTube, чтобы мы с вами не потерялись. И телеграм-канал Будда Гришна Новости. Там политика, и не только политика с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.